Поэтому я тоже хотел, во-первых, вспомнить тех, во-первых, поздравить нас, что мы встречаем, там, 73-го годовщины, во-вторых, вспомнить тех, кто не дожил до этого дня, но приближал этот день, и вспомнить тех наших товарищей, с которыми мы здесь в течение 15 лет вместе работали. Но хотелось бы, чтобы на таких встречах, конечно, было больше молодёжи, для того, чтобы мы им что-то могли передать, что-то сказать положительное, чем мы будем, умудрённым жизнью людям рассказывать какие-то моменты, какие-то моменты. Но, тем не менее, народу мало, одни мы тираны, немножко, там, две... Ну, если есть, или что же обратить? Ну да. Ну, всё равно, конечно. Но в политике всегда найдут объяснение. Что я хотел сказать? Я вот как-то сидя за столом с одним боевым офицером, он мне сказал, что самое страшное на войне было, значит, ну, там, обстрелы и так далее, и так далее, атаки. А я ему сказал, что люди, которые пережили блокаду, это тоже такие же герои, как те, кто участвовал в военных действиях. Потому что для нас, вообще говоря, самое страшное, был Бог. Не смотря на то, что были бомбёжки, обстрелы и всё прочее. Именно Богом. И я хочу рассказать вот такую маленькую историю. На 42-м году мы с сестрой, с мамой жили в деревне Скоттной, здесь есть, под Ленинградом. И весть пришла, что в деревне убили лошадь. И сказали, что можно поехать и взять мясо, сколько, сколько возьмут. Ну, мы, конечно, взяли саночки, была зима, 25 градусов мороза. Мы приехали, действительно лежит у конюшки лошадь. В избе сидят три женщины, мы спрашиваем, сколько, чего нужно взять. И нам говорят, сколько, отрубите, 150 рублей. И дают топор. Но отрубить в 25-ти градусный мороз от туши кусок мяса ни мне, ни маме, ни сестре не удалось. И я помню с такой обидой. И вот нам всю жизнь осталось. Как так, приехал, тебя позвали воспользоваться, заработать и получить еду. И, может быть, это и воспитало то, что если вот как-то коллективы, где я работал, брались за что-то, то всегда добивались успеха. Никогда не бросали на такой пути. Поэтому я хочу пожелать вам самого крепкого здоровья, бодрости, никогда не болеть. Вот, всегда быть оптимистами, раз уж мы дожили до таких лет, да? И всегда уж если идти, идти отрезать щел какой-то кусок, то всегда добиваться, чтобы его образом было добыть и отрезать. Всем большого крепкого здоровья! АПЛОДИСМЕНТЫ